Меня зовут Павел Кузнецов, я заместитель директора экспортного центра безопасности компании по линии security operations, то есть это те две самые первые буквы и на самом деле основные в деятельности любого СОК. Я отвечаю конкретно за security operations, есть дополнительное направление деятельности, но моя основная задача это налаживание процесса так, что все работало, чтобы средства использовались, не падали, и чтобы угрозы вовремя определялись и на них можно было реагировать. Из того, что конкретно мы видим как технический эксперт, The Stand-Off дает очень хорошую возможность именно отработки практических навыков в синергии команд атакующих, так называемых Red Teams, и команд защитников, так называемых Blue Teams, соответственно. Плюс это определенный полигон для вендоров программного обеспечения и прочих технических средств, задействованных в противостоянии для того, чтобы они могли проверить их на, возможно, новые уязвимости, о которых они не в курсе, потому что часто история на стенд-оффе, когда Red Teamer находят новые возможности эксплуатации векторов атак на программном обеспечении, развернутом на площадке. И вот это вот противостояние Red Teams и Blue Teams, оно в итоге вырастает в уже такую хорошую историю так называемого Purple Teaming. Когда у нас одновременно и тренируются атакующие, развивают свои навыки по проникновению, защитники тренируются и развивают свои средства детектирования, обнаружения и реагирования на компьютерные атаки. За все время, пока идет мероприятие, на самом деле, было реализовано порядка 20 бизнес-рисков, которые, как закладывались изначально по задумке самого противостояния, и что интересно, два новых бизнес-риска. То есть на площадке стенд-офф бывают такие инновационные моменты, как и в том числе, что атакующие находят вектора, про которые не подумал вообще никто на момент начала соревнования. В частности, им удалось получить билеты на самолет за бесплатно. При массовой эксплуатации, соответственно, риск может повлечь за собой достаточно серьезную потерю денежных средств. Интересный момент, который мы еще обнаруживали, как глобальный сооконтролирующий всю ситуацию, одна из команд атакующих умудрилась провести социотехническую атаку на инфраструктуру. Они позвонили в службу технической поддержки банка, и, соединив это с определенными техническими действиями, умудрились получить данные о клиентах банка. Вот это как раз было предусмотрено, но команда атакующих выполнила это настолько красиво, в синергии того, что в современных терминах называется «фиджитал», так называемый, плюс как бы цифровая атака. За этим было просто даже элементарно и интересно наблюдать, как специалисту защиты и мониторинга. И, естественно, всеобщее внимание привлекли две атаки, которые в итоге развились в реализацию вектора с промышленным оборудованием. В первую очередь, это атака на нефтехимический завод, потому что реализация ее привела в итоге к разливу нефти и к выбросу ядовитого газа. Но атакующим удалось разобраться в том, как работает управляющее программное обеспечение, и они использовали для реализации риска именно его. Соответственно, для систем мониторинга это могло выглядеть как практически легитимная активность, а на самом деле атакующий просто действовал, как если бы он был просто оператором. И атака, соответственно, на парк развлечений, потому что там атакующим удалось проникнуть в систему управления аттракционами и раскрутить колесо обозрения до той степени, что оно укатилось. Безусловно, мы использовали трек The Stand-Off с максимальной пользой, потому что помимо того, что мы участвовали в мероприятии, как одна из трех голов дракона, общего дракона жюри, которая оценивала отчеты команд атакующих и команд защитников, мы, безусловно, наблюдали за этим еще и с той целью, чтобы всю экспертизу, которую мы соберем на этом мероприятии, мы бы привнесли в наши продукты. И, насколько я знаю, по тому, что мне репортили мои ребята, это вполне себе удалось. То есть все неожиданное и все интересное, что мы видели в части АСУТП, в части новых веб-векторов, в части новых векторов компрометации корпоративных сетей, оно будет донесено в нашу продуктовую историю. И, безусловно, не пройдет бесполезно. Ну, смотрите, во-первых, у нас есть своя баунти-программа здесь на мероприятии стендов, поэтому у родтиммеров тоже есть определенный личный интерес, прямой, в том, чтобы эти отчеты отдавать. Во-вторых, ну, как бы не все представители Red Teams, они все-таки нацелены именно на сиюминутную краткую выгоду. То есть многие из ребят, точно так же, как любой специалист по информационной безопасности, нарабатывают себе в том числе имя в комьюнити. И стендов в части Red Teams и в части Blue Teams, это в том числе отличная возможность показать себя как сильного специалиста и заработать определенный авторитет в том же самом комьюнити безопасников. Стендов в текущем формате оказался очень в тренде 2020 года, потому что многие компании в связи с известными печальными событиями, связанными с эпидемиологической обстановкой, ушли на удаленную работу. И стендов в этом году впервые проходит полностью удаленную. И именно с этой точки зрения мероприятие оказалось очень в тренде, потому что и команды атакующих, и команды защитников у нас сейчас работают на защите нашего виртуального города. Точно так же, как им приходится работать на защите своих реальных рабочих мест и подконтрольных инфраструктур в реальной жизни сейчас, будучи на удаленке. Ну, редсиммерам работать здесь, конечно, на удаленке в среднем гораздо привычнее, но тем не менее, в целом, как бы, вся эта история легла в один вот этот удаленный тренд. Информационная безопасность в какой-то степени — это игра в догонялки. То есть в любом случае защитникам приходится реагировать на какую-то инициативу атакующих. Поэтому изначально атакующие движутся на полшага, на четверть, на десятую часть, но все равно чуть-чуть впереди. Возможно, Blue Team все-таки догонит своих коллег из Red Team. Просто потому, что сейчас они, некоторые наиболее интересные инциденты, они полноценно описывают и дорасследуют уже в ретро-режиме, чтобы представить нам информацию об этом расследовании. Я даже со своей колокольки могу сказать, что Blue Team показывают очень неплохой результат сейчас тоже.